Всем привет! Продолжаем животрепещущую тему про возвращение объемов лица. В первой части я говорила о каркасе, от которого зависит молодость нашего лица и как сохранить молодые пропорции, чтобы не допустить возрастного западения средней трети лица и смещения мягких тканей. Во второй части я рассказывала, как сохранить молодость костных структур, воздействуя на надкосницу различными вариациями костного массажа, которые есть у нас на канале. И в третьей части я рассказывала, как восполнить объем подкожно-жировой клетчатки, работая с ней с правильной периодичностью и давая достаточно отдыха для восстановления. Обязательно посмотрите эти части, чтобы у вас было понимание, с какими структурами и как мы должны работать. А сегодня мы поговорим о следующем слое нашего лица, это, собственно, кожа. Если кожа упругая, с хорошим тонусом, то визуально такое лицо выглядит более моложавым и наполненным. Чтобы сохранить упругость кожи, важно понимать, от чего зависит тонус кожи. Первое. Тонус кожи зависит от состояния шеи. Шея – это мост, по которому кровь поступает к тканям нашего лица. При неправильной статике шеи из-за мышечного дисбаланса ухудшается кровоток и лимфоток, нарушается обмен веществ. И при возникающем недостатке внутреннего питания нарушается синтез молодых клеток. Второе. Это водный питьевой режим и питание. Не стоит заменять чистую воду сладкими газировками, компотами, соками, чаем и кофе. Восполнить дефицит влаги в коже способна лишь чистая вода. А для улучшения выработки коллагена и эластина нам необходимы аминокислоты, которые наш организм получает из мяса, рыбы, яиц, орехов и бобовых. Без этих продуктов наша кожа быстро теряет тонус. А вот от сахара необходимо отказаться, так как он делает волокна коллагена менее эластичными. Также важен дополнительный прием витаминов и микроэлементов, если ваш рацион не отличается разнообразием. Но и в этом случае необходимо сдать кровь на выявление дефицитов. Если и с этим нет возможности подробно разобраться, то включайте в свой рацион продукты, содержащие необходимые витамины и микроэлементы, которые стимулируют выработку коллагена. Это витамин С, который вы можете восполнить при помощи цитрусовых ягод и шиповника. Витамин К, который вы можете получить из авокадо, белокочанной и цветной капусты, а также из листовой зелени. Витамин ПП мы можем получить из печени, гречки, грибов и фасоли. А также дополняем свой рацион омега-3 жирными кислотами, железом, медью и цинком. Все эти нутриенты мы можем легко восполнить с помощью питания. Если к термически обработанным продуктам мы добавим свежие овощи, зелень, семечки и орехи. Вместо сладкой сдобы, вместо вафель, печенье и мороженого. А если вы хотите еще больше узнать об омолаживающем питании, приходите на наш курс по естественному омоложению. О старте которого мы объявим очень скоро. Следите за обновлениями. И третье, от чего зависит тонус кожи, это нормальное капиллярное питание. На которое мы с вами можем повлиять с помощью несложных манипуляций, обладающих раздражающим действием. Поможем нашим фибробластам улучшить выработку коллагена и эластина. Это можно сделать с помощью мелкощипкового массажа. Захватывая кожу между пальцем, очень поверхностно и таким образом прорабатываем все лицо. Микроциркуляция крови в сосудах мгновенно улучшается, повышая тонус и плотность кожи. Следующая процедура для улучшения капиллярного питания кожи, это поверхностный вакуумный массаж, который мы можем сделать с помощью средней баночки, нагнетая легкий вакуум. Таким образом в технике помпаж мы улучшаем кровообращение в тканях нашего лица. Также мы можем взять маленькую баночку и по скользящей основе, приклеивая баночку, начинаем массировать кожу, не отрывая баночку. Следующий инструмент для упругости кожи, это аппликатор ляпка. Массаж таким валиком улучшает клеточную регенерацию, укрепляет сосудистую стенку и служит отличной профилактикой старения кожи. Об этом инструменте я снимала подробное видео, ссылку на него я оставлю в описании. Следующий инструмент для упругости кожи, это мезороллер для домашнего применения. Клетки дермы, реагируя на уколы как на раздражители, активизируют свою деятельность и начинается процесс выработки нового коллагена. И еще один незаменимый инструмент для упругой кожи, это дарсонваль. С помощью переменного тока улучшается тонус кожи и тонус сосудов, ускоряется кровоток и лимфоток и улучшается обмен веществ и питание тканей. Подробные инструкции о всех методах для упругости кожи есть у нас на канале. Обязательно их посмотрите и любой из этих способов включите в нашу систему для восполнения утраченных объемов лица. И еще несколько слов о гормональном здоровье для сохранения молодости. Конечно, процесс снижения уровня половых женских гормонов неизбежен, ведь от уровня эстрогена зависит наша молодость. Но владея информацией о сохранении молодости за счет приемов для коррекции осанки, за счет работы с костными структурами, ухода за кожей и с помощью питания мы можем значительно отодвинуть процесс старения. Занимайтесь спортом, полюбите готовить разнообразную пищу, избегайте стрессов и занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие. И тогда в любом возрасте вы будете обаятельны и привлекательны. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!